здравствуйте всем здравствуй смотрящий я недавно открыл для себя игру lord of the fallen падшие лорды игра конечно не новая двугодичной давности уже почти трех но тем не менее играть в нее я начал только сейчас недавно так скажем до этого я смотрел прохождение на ютюбе у других ютюберов и как сказать смотреть как проходят и проходить самому это как оказалось две большие разницы потому что в записи на игра не не передает полноту тех ощущений когда ты начинаешь играть в лорд of the fallen что я имею ввиду я как поклонник фанат dark souls сейчас мысль мысль куда-то испарилась слегка то есть я очень люблю в dark souls по той простой причине что боевка там сделано максимально реалистично ну то есть как почти как в реальной жизни почти ну в кавычках так скажем все-таки если брать все другие рпг там боевка ну она есть но она не захватывает она не торкает потому что ну грубо говоря ты берешь в руки дубину и пошел месить всех подряд на там пофиг хилишься и кликаешь мышки все то есть остается только вся надежда на сюжет что сюжет будет интересно на этом на этом построен большинство игр до dark souls лорд of the fallen вышел после dark souls и насколько я знаю в разработке принимал участие человек я плохо конечно об этом знаю но принимал вроде бы человек который разрабатывал dark souls то есть он наторканный на таком виде боя введению боя грубо говоря вот и начал я проходить лорд of the fallen мне она показалась как сказать ну сложно несложный а если тут тупо закликивать врагов просто то ничего хорошего не выйдет вы будете дохнуть и дохнуть и дохнуть тут боевка немного совсем другая ну не совсем но несколько отличается от dark причем в некоторых местах очень сильно отличается тут невозможно просто спамить перекат и остаться в живых особенно если у тебя персонаж не легкий не нелегкий но нелегкий не с легким и гвипом а с какими к огромной дубиной и с тяжелым мечом с топором и вообще орда за фалин делает больше упор на то что оружие действительно ведь железное оружие действительно тяжелое и так просто им не помашешь возьмите гирю хотя бы 16 килограммовую и попробуйте не помахать а в мече в таком мече какие здесь или там например в топоре в двуручном топоре или в дубине там столько и есть в общем что-то хотел передать не получается ладно знаете чем сейчас начнем играть по ходу пьеса будет понятно о чем я говорю значит создание персонажа я пропущу солдом хотя нет не буду пропускать в создании персонажа тоже тоже есть свои нюансы значит вот создание персонажа нам предлагает выбрать три типа магии боевую которая здесь называется драка обман и утешение значит боевая магия направлена на в основном на атаку ну то есть это магия атакующая атакующего типа ну кроме вот молитвы ярость усиливает атаку сотрясателя снов это тоже сильная атака молотом и таран это тоже силовая атака ну то есть понятно обман это нечто среднее между атакующей и оборонительной магией и утешение это скорее оборонительная магия ну не скорее а точно то есть здесь нет атакующей магии молитва везде одинаковая во всех трех случаях она есть все другие три вида магии они отличаются я поиграл в общем то каждым видом магии и мне больше всего нравится вот атакующая магия драка либо либо вот это вот утешение с оборонительная вот если бы из оборонительного ты из утешения взять вот два вида магий вот прибежище и кару и перенести ее в драку вместо вот молитвы и скажем ну ярость в принципе тоже тут иногда полезно бывает тогда было вообще имба ну ладно суть не в этом я выберу наверное все таки драку качестве магии вот дальше выбор снаряжения ну тут попроще тут тут есть такое значит воин бродяга и церковник бродяга легкий вариант церковник средний воин тяжелый я выберу воина сводки можно посмотреть что у него сила живучесть хотя погодите-ка 11 4 8 но ловкость мне точно не нужно ладно пусть будет воин все поехали а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Hear my vow My vow of tip-fires DimaTorzok 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 которые мы сейчас быстренько пройдем ну и все на этом обучение закончилось, нам дали сразу оружие три вида, молот, меч и кинжал, по умолчанию у нас стальной меч с уроном 20, ну сойдет так а значит вот перекаты лорду отзыв фалиновский собственно при загруженности ну почти 100% нам такого не надо конечно ну тут конечно же лучше быть немножечко полегче это все еще тяжело вот, вот это нормально можно конечно играть и тяжелым персонажем, но я честно говоря еще не очень умею так щас секундочку что вы можете показать нам Я, наверное, буду диалоги проматывать, ну, так, немножечко быстрее, чем они есть, потому что, ну, на паузе почитайте, если интересно. Он уничтожил стены монастыря. Человек, который мы рассмотрим, он руководитель всей человечества. Может быть... Может быть... Громкость голоса. Значит, здесь в игре есть вот такие свитки, это звуковые файлы. Когда мы их берем... ...это слишком много. Возьмите, чтобы их двигаться. Они не повернутся, но они не повернутся. И они звуки. Возьмите... 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 Один из звуковых, который мы боремся, взлетал. Салива у меня в глазах. Он уничтожил... Он уничтожил глубокий в меня. То есть, вот сама боевка. Вот первый моб. Давай ударим. Ну, то есть, да. Понятно, да? Если мы его ударим, он станется. Отсчитал, он тоже станется. И так далее. Если... Ну... Некоторых мобов можно убивать стилем Dark Souls. То есть, либо перекатывайся от ударов, либо щитом защищайся. И все, и бей в ответ некоторых. Но далеко не всех. И в этом есть особенность. Lord of the Foreign. Значит, тут можно... Так же... Парировать. Ну, только вот с поднятым щитом это не получается. Нет. Можно бы к ставить. Сейчас попробую. Ну, этого, наверное... Этого трудно, потому что он такой... Персонаж, что не поймешь, где у него перед, где зад вообще. Хе-хе-хе. Ладно. Это вот так. Это вот так завариваем. В бочках тут... Бочки есть смысл разбивать. Потому что... Ну, не только бочки. Всякий хлам. Потому что... В них... Есть лут. Чем больше удачи... Вот если... Вот это вот. Вот этот показатель. Чем больше удачи, тем, значит... Больше шансов выпадения этого лута. Ну, первые мобы, они самые простые. Хотя... Хотя... Вот. Бэкстап. Хе-хе-хе. Здесь бэкстап замечательно реализован тоже. Так же, как и в дарке. Ну, в общем-то... Они друг друга стоят. А... В этом... В этом... В этом плане... Дарк с... Сфаленом. Да. Здесь вот есть секрет. Например, вот здесь так просто не пройти. Чтобы пройти надо вот так вот сделать. Хе. И мы берем, собственно... Пустую бутылку. Это... Ну, это эстус. у нас сейчас три вот пожалуйста я разбил ящик и осколок устойчивости к огню ну это кратковременный баф так скажем в некоторых местах он нам достаточно хорошо помогает пользоваться там только не очень удобно если проходить игру вот в таком стиль ударил заблокировал ударил заблокировал то это будет сложно это я понял сразу но как с этим бороться понял далеко не сразу эти мобы да не как бы с ними можно следи за выносливостью все ничего сложно так но есть такие мобы которые со счетами с которыми нужен совершенно другой подход боевки тут очень много вот этих звуковых файлов вообще я хочу чтобы они звучали потому что все равно на английском языке и те кто не понимает английский это конечно добавляет некоторую атмосферу в игру но тут либо читать либо играть когда вот эти файлы начинают воспроизводиться при первом прохождении я конечно слушал ну смысле как слушал я английский не знаю читал основном там по большей части то что вы никак не поймете если если не пройти игру один раз если пройти игру тогда уже становится понятно чуть-чуть о чем они говорят ну это не всегда и не везде поэтому я звук голоса еще чуть-чуть убавлю тут вот что плохо звук голоса вот этот он относится и другим персонажем не только вот зря они не ну ладно бог как сделал так сделал короче ключ мы нашли в игру можно паузить в любой момент вот гигантский ключ паузить в любой момент паузить можно в любой момент что с одной стороны на мой взгляд хорошо как сказать выжить это не помог не поможет в любом случае потому что если враг начал наносить ударов и запаузились то таким способом удара избежать не получится все равно по башке получите почему в дарке не реализована пауза большой вопрос здесь реализована пауза пауза очень хорошо бла бла я заблудился чуть-чуть заболтался и заблудился вроде бы я тут все собрал значит это портал который пока не активен активироваться активируются они после убийства боссов но босса конкретно конкретного ну вот еще один тип врагов такой топорист с топором за уручным очень не бьешь опа опа такие вот тут так снова ну вот заблокируем ну этого до этого можно блокировать и бить в ответ хотя он видит сколько стамин сносит это еще начальные самые мобы бабушки давайте отдадим ему ключ так ничего больше нет вроде бы нет если вот в диалогах такое присутствует что помогите он восстанавливает тест так ну собственно за этой дверью первый босс да тут есть такая сити что после победы над боссом босс дропает свое оружие оружие лещ или щит нужно что-то из своего снаряжения так вот если особенным образом убить каждого босса он дропнет тот же что тоже оружие тот же щит это да и т.д. но только с как с уникальным с уникальных вот 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 с уникальный характерист с уникальной способностью то есть вот например если взять молот текст он во первых здесь же ну оранжевый и вот здесь вот успешно поражает и снижает магический урон это его такая способность меч улучает защиту блокированием при использовании двух рук кстати а может его взять вот этого босса значит чтобы он дропнул уникальный свой меч по моему нужно убить не получив урона чтобы не получить урона не получить от него урона можно в общем-то не так сложно но это долго поэтому я не буду этого делать попробую буду биться просто обычным способом каким я привык ладно поехали первый босс вообще бич красавец сразу по башке вот то есть вот начинается битва с боссом можно конечно перекатываться можно блокировать я уже огромный но если я ударю в ответ сейчас попал в общем тактику надо выбирать на каждого босса свою так как я бьюсь сейчас биться наверно не стоит долго не продержимся получили по по щам он всю стамину чтобы получить урон надо ждать вот это я его атаки которая только что была вертикальная удару вертикальный удар мечом и бить в ответ тогда урона не получишь что про гарантированно вот да и бить в ответ это не сложно но это долго ну как дольше чем если просто хотя может и нет я убивал его и так и так его меч не особо нужен сейчас надо бить значит тут есть такая фича что ну я имею ввиду мувсет героев что нужно разбежаться и сделать сильную атаку тогда получается вот такой вот выпад ну как удар в прыжке и это на самом деле так делать не надо это на самом деле очень эффективная тактика в этой игре лучше вообще под его конечно эти удары попадать но можно иногда и рискнуть да вот он снял все доспехи свои и сейчас он и гребет короче окончательно и а и и и и и и и первый надзиратель дали опыта дали опыта и вот он дропнул свой предмет забираем и смотрим запечатанная руна и двуручный меч упорство вот сейчас он без уникального вот этого свойства он обычный у него здесь нет ничего и требования к силе 15 у нас на него силы не хватает но пользоваться мы его конечно можем вот это обычные атаки это вот сильная атака двуручная это комбо двуручная вот это вот удар в прыжке ну как сказать в прыжке наверное бежим набегу точнее говоря вот потому что я тут не прыгаю просто бегу бегу нажимаю сильную атаку сильную потому что если слабую нажать я бегу нажимаю слабую он останавливается и делает обычную атаку и никакого преимущества мы от этого не поимеем вот это местные костры бла-бла-бла так вот значит здесь можно скидывать опыт тыры-пыры 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 прокачиваем силу наверное и веру а а а а а а а нужно два уровня на халявку так сказать так здесь нам надо молитву конечно потому что без этого остальные не откроются мне нужна удача все доходы ну и ладно и 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 вот этого можно забык ставить то есть у нас тут такая да да я понял готов ну то есть это вот обычный бой а если без счета то надо делать не так надо делать вот так по башке во первых двуручные атаки намного мощнее она чем одноручные во вторых она мне намного быстрее намного быстрее но быстрее а в третьих при при исполнении вот этой атаки в прошлом персонаж получает по моему меньше урона если получает вообще потому что сколько не играл если он успевает конечно сделать атаку ну как успевает он визуально вроде бы по щам тоже получает в ответ визуально но только визуально вот я упал и долго не могу встать прям хочется давай быстрее вставать ну по щам получили да ладно у у нас у меня сейчас меч слабенький поэтому я двуручный хват пока не буду юз когда появится меч более дамаговый тогда перекручусь двуручный хват можно конечно уже упор 100 взять но он тоже 29 а нет я не могу силе странно почему наверху силе силы и силы не хватает еще то есть вот это комбо удар на бегу плюс второй удар добивающий это импо на самом деле но об этом как бы узнаешь не сразу только по юзов атаки понимаешь что вот эти атаки намного эффективнее значит тут есть призрачные стены но они как бы не призрачные а вот такие вот треснувшие их можно разбить но не простым ударом меча никак не ударом меча ударом щита нигде блин об этом не сказано чтобы до этого допереть это что надо допереть то есть надо так разбежаться и поднять и у нас пробивается стена за которой лежит ключ от погреба который ведет он туда но там такие враги сильные что нам туда еще очень рано идти я туда не пойду пока ну а просто будем урона по по три урона наносить и и они нас будут ваншотить практически так вот этот предмет надо обязательно забрать это секрет это ключ к двери крыла на северного крыла монастыря и желательно сразу вернуться назад пока мы не вышли в другую локацию чтобы загрузки избежать зайти вот сюда и перепрыгнуть вон на тот подиум вот так вот забрать вот этот вот осколок воссоединение с призраком это осколок позволяющий вернуть потерянные потерянную потерянный опыт ну то есть когда вас убивают вот здесь лежит осколок героев сюжетный предмет это осколок героев имеет два два назначения с помощью этого осколка героев можно получить хорошее оружие в начале игры либо перес перераспределить очки в дальнейшем статы собственно это секрет который при первом прохождении найти не удавалось ну мне не удалось а меч там действительно очень ну я меч выбирал вот сейчас меч у нас здесь урон 22 у того меча где-то в районе 60 то есть в три раза такой базисный урон поэтому поначалу тот меч имба ну мы тут нашли уже второе второй сет доспехов церковник м потом бродяга в принципе прикольный наспех воители отвага ну ладно наверно первую серию я завершу на этом дальше пойдем во второй серии так сказать вступительная часть была дальше возможно я буду проходить своем обычном режиме всем пока увидимся я